Всем привет! Это видео будет посвящено сути и описанию процедуры ламинирования ресниц. В нем мы разберем преимущества этой процедуры, противопоказания ее. В этом видео мы отдельно поговорим про ботокс, что такое ботокс, как он влияет на ресницы, как его использовать и взаимодействие ботокса с ламинированием ресниц. Начнем с самого начала. Что же такое ламинирование ресниц? Ламинирование ресниц это процедура, которая укрепляет, удлиняет и подчеркивает свои естественные ресницы. Она не имеет ничего схожего с процедурой наращивания. Длительный результат этой процедуры позволяет на протяжении долгого времени не пользоваться тушью, какими-либо другими косметическими средствами, так как свои ресницы после этой процедуры будут выглядеть намного длиннее, подкруче, и взгляд будет более яркий, подчеркнутый и выразительный. Давайте разберем, как это вообще работает. Шаг за шагом разберем этапы этой процедуры. Процедура ламинирования ресниц занимает около часа, максимально это час и 30 минут, и состоит из нескольких. Первый этап. На первом этапе мастер очищает ресницы от косметических средств. Возможно, клиентка пришла к вам с накрашенными тушью ресницами. Это все обязательно нужно смыть, хорошо прочистить ресницы, чтобы в дальнейшем процедура получилась более качественной. Следующее, что нужно сделать, это обезжирить ресницы. Обезжириваем мы специальным обезжиривателем. Я рассказываю о материалах и препаратах, которые нам понадобятся для этой процедуры в следующем видео. После обезжиривания мы подбираем валик для ресниц. Валики бывают разных размеров, разных видов, разных форм. Мы подбираем такой, который подходит именно нашей клиентке. Естественно, все глаза разные, у всех разная длина ресниц. Нам нужен именно такой валик, чтобы подходил конкретной клиентке. Существуют валики размеров S, M, L. Также бывают S1, M1, L1. Для того, чтобы проверить, подойдет нам валик или нет, мы его прикладываем к веку. И пинцетом или аппликатором для ресниц мы натягиваем ресницы на него и смотрим, как он подходит. Этот валик будет придавать форму и изгиб ресницы. Мы на него будем фиксировать ресницы клеем. После того, как мы определили, какой валик нам подойдет, мы промазываем его клеем и приклеиваем на века. Валик должен прилегать как можно ближе к линии роста ресниц верхней. Но, естественно, не заходить на ресницы, но и не быть слишком далеко. О том, как именно это делать, я покажу вам в следующих видео. Мы подобрали валик, мы его приклеили на века. Что мы делаем дальше? Мы приклеиваем ресницы на валик. Наносим клей на какую-то часть валика и приклеиваем ресницы пинцетом либо аппликатором для ресниц. Важно помнить, что когда мы приклеиваем ресницы на валик, они должны быть идеально распределены, натянуты и не иметь между собой перекрещивания. Приклеили мы ресницы. Далее мы наносим первый состав. Первый состав у нас размягчает реснички, делает более послушными. Держим мы его около 10 минут. Все зависит от самого состава. У всех составов разный срок удержания на ресницах этого состава. Поэтому нужно обязательно читать описание к применению. Далее выдержали мы его какое-то время. Убираем этот состав ватной палочкой и идем дальше. Дальше мы наносим второй состав для ламинирования, который будет нас фиксировать форму и изгиб. Наносим, ждем опять же около 10 минут. Опять же это нужно все сверить с описанием на упаковке. Сколько именно нужно держать именно этот состав второй. Убираем его ватной палочкой после того, как время истекло. Далее мы наносим краску. Предварительно краску мы смешали с оксидом, чтобы проявился пигмент краски. Выбираем второй состав, наносим слой краски на ресницы. Обычно мы красим только верхние ресницы, но можно прокрасить и нижние. Отклеить патч, который мы приклеивали в самом начале процедуры, чтобы изолировать нижние ресницы. Мы его отклеиваем и приклеиваем под нижние ресницы. Прокрашиваем ресницы. Обязательно этот момент нужно уточнить у клиентки. Не все хотят красить нижние ресницы. Это нужно спрашивать, узнавать и уже договариваться на месте. После того, как ресницы у нас прокрасились, мы убираем ватными палочками краску всю с ресниц и наносим ботокс, если процедура предполагает нанесение ботокса. Ботокс мы также держим 10 минут. Далее смываем его ватной палочкой, сухой. После ботокса мы наносим последний состав. Он немножко размягчает реснички, отклеивает их от валика и потом можно спокойно снять валик, предварительно смочив ватную палочку водой и поддев под него. Все это я буду, конечно же, показывать в следующем видео, как именно это все делать, потому что сейчас это пока что все в теории, на практике вы увидите это немного позже. Тогда чего же нам нужна эта процедура ламинирования ресниц? Вся эта процедура направлена на восстановление и укрепление ресниц. Она придает ресницам объем, делает их более крепкими. Процедуру можно повторять через полтора-два месяца. Давайте поговорим о преимуществах ламинирования ресниц. Во-первых, это комфорт. В отличие от наращивания ресниц, вы можете спокойно позволять себе плавать в бассейне, ходить в баню, сауну, загорать, купаться, все что угодно делать. Можно даже красить ресницы тушью и смывать эту тушь специальными средствами. Данная процедура никак совершенно не влияет на обычный привычный ритм жизни. Можно делать все. Конечно же, первые 24 часа рекомендуется не мочить ресницы, не трогать их, не спать лицом в подушку. Но это лишь первые 24 часа. Это время дается для того, чтобы составы могли полностью проникнуть в ресницу и напитать ее всеми питательными элементами. По прошествии 24 часов вы спокойно можете все это делать. И купаться, и загорать, и все что угодно. То есть никаких ограничений нет. Я считаю, что это существенный плюс этой процедуры. Второе преимущество этой процедуры – это оздоровление своих ресниц. Ламинирование ресниц является абсолютно безопасной процедурой. Ламинирование ресниц дает не только красивые, длинные и выразительные ресницы, но и питает их полезными веществами, что очень хорошо сказывается на самом состоянии ресниц. А в сочетании с ботоксом – это вообще очень полезная процедура для ресниц. Следующее преимущество – это долговременность результата. Процедура занимает всего полтора часа, но эффект от нее держится на протяжении двух месяцев. Конечно же, это зависит от того, с какой скоростью обновляются ваши ресницы, и все индивидуально. Но в среднем эффект держится около двух месяцев. После этой процедуры ваши ресницы выглядят максимально естественно, что существенно отличает эту процедуру от наращивания ресниц. Ламинирование ресниц не включает в себя приклеивание к ресницам инородных предметов. Ламинированные ресницы – это свои естественные натуральные ресницы, которые просто-напросто питаются всеми питательными элементами, покрываются защитной оболочкой, но ничего не приклеивается. Это стоит объяснять своим клиентам, потому что не все в курсе, как именно проводится эта процедура. Давайте разберем противопоказания. Первое противопоказание, которое является противопоказанием практически всех процедур, это аллергия на конкретные компоненты. Такое встречается очень редко, но встречается, поэтому очень важно принимать это противопоказание к сведению, всегда интересоваться у клиента к наличием аллергии на что-либо, спрашивать, делали ли они когда-либо эту процедуру, как отреагировали их глаза, кожа, все ли было в порядке. Лично в моей практике не было ни одного случая наличия аллергии на компоненты ламинирования ресниц, но я считаю, что лучше все равно спросить, уточнить этот вопрос, чем потом будут какие-либо неприятности и у вас, и у вашей клиентки. Противопоказано делать ламинирование ресниц после хирургического вмешательства в области глаз. Нельзя проводить эту процедуру при заболеваниях слизистых или сразу после ячменя. Не рекомендуется выполнять эту процедуру беременным женщинам и женщинам, которые кормят грудью. Это не является противопоказанием, но нужно объяснять клиенткам, что в период, когда женщина беременна или она кормит ребенка, у нее происходит перестроение всех гормонов. Эта процедура может просто-напросто не получиться. Ничего критичного и страшного ни с ней, ни с ребенком не случится, но просто эффект может быть немного непредсказуем. Об этом тоже стоит спрашивать своих клиенток перед началом процедуры. Давайте поговорим о ботоксе ресниц. Ботокс ресниц это процедура, которая тоже направлена на восстановление своих собственных натуральных ресниц с помощью сыворотки, которая так и называется ботокс. Она содержит кератин и другие компоненты, стимулирующие укрепление и рост, питает и укрепляет ресницы. Какие компоненты входят в ботокс? В ботокс входит гиалуроновая кислота, она увлажняет ресницы, восстанавливает и стимулирует рост новых волосков, делает реснички более устойчивыми к любым повреждениям. Пантенол – смягчающий противовоспалительный компонент. Коллаген создает эластичность волосков и защищает от заражения. Токоферол – это омолаживающий витамин. И органовое масло оно питает и увлажняет. Ботокс – это дополнительная процедура к ламинированию ресниц, которая направлена на то, чтобы волоски укрепить, восстановить, увлажнить за счет кератина и коллагена. Следует еще отметить, что ботокс не используется сам по себе. Его обычно делают вместе с процедурой ламинирования. Если вы делаете ламинирование ресниц ботоксом, то цена процедуры увеличивается на 20-30%. Итак, в этом видео мы разобрали, что же такое ламинирование ресниц, какие есть этапы этой процедуры, что такое ботокс и что входит в состав ботокса, и для чего вообще его используют. А также выяснили, как влияет процедура ламинирования ресниц на сами ресницы. Ламинирование ресниц не имеет ничего общего с процедурой наращивания ресниц. На этом все. Я заканчиваю свое видео, посвященное процедуре ламинирования ресниц. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне, либо в личные сообщения, либо под комментарием в это видео. Я отвечу на все. Всем пока!